Разгромить русских на их территории. Эстония изменила план обороны на случай войны с Россией. Страна намерена нанести удар по российским войскам первой, заявил начальник генерального штаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус. До некоторого момента план обороны заключался в том, чтобы продержаться, например, 10 дней, пока войска НАТО прибудут на подкрепление. Новый план таков, что Эстония должна суметь разгромить русских на их собственной территории, откуда они попытаются напасть на страну. Это было вызвано переменами, которые война на Украине принесла многим союзникам по НАТО. Мы больше не можем ждать, когда нас ударят кувалдой по голове, но мы должны быть теми, кто способен сделать определенные вещи первыми, сказал Карус. Он добавил, что эстонские войска не прекращают готовиться и тренироваться, учитывая соседство с РФ. В декабре 2023 издание Билд со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщала, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или в начале 2025 года, когда США окажутся без лидера и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки. Американская разведка в марте сообщала, что Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность, которая, по ее оценкам, не будет пересекать порог военного конфликта в глобальном масштабе. В немецкой разведке говорят, что Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО и может напасть, по крайней мере, на часть территории Альянса уже с 2026 года. В июне издание The Telegraph сообщало, что союзники по НАТО в Европе разрабатывают многочисленные сухопутные коридоры для американских войск и бронетехники на случай полномасштабной наземной войны с Россией. В сентябре после информации о вероятном снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по России диктатор Владимир Путин начал запугивать страны НАТО войной. Однако Европа проигнорировала очередные угрозы Кремля, писало издание The Guardian. Вот потому что... ну потому что... потому что потому... Путин повышает ставки. Что дальше? В путинских последних словах о красных линиях есть нюансы, заслуживающие внимания. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. С самого начала войны России против Украины возглавляемая США западная коалиция демонстрирует поразительную решимость поддержки Киева. Однако каждый практический шаг по оказанию военной поддержки Украине был связан с длительными обсуждениями. Москва пыталась воспользоваться этой обеспокоенностью Запада и усугубить ее, но не смогла разрушить коалиции, созданные для поставки Киеву основных боевых танков «Леопард» или истребителей F-16. Вот в этом и про счет. В настоящее время в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне обсуждается вопрос о предоставлении Украине права наносить дальние удары по территории России с помощью западных систем вооружения, что предположительно еще больше усилит давление на Кремль и его разрушительную войну. Президент России Владимир Путин пытается помешать этому обсуждению, запустив новую волну эскалационных угроз, чтобы не позволить западным столицам дать Киеву такое разрешение. Путинское балансирование на грани войны уже изжило себя и порядком надоело своей пустой риторикой и отсутствием практических действий. Это просто страшилки для обывателей. Стремясь быть более убедительным, он повысил ставки, заявив, что резкое изменение самой природы, самой сути конфликта должно вновь активизировать российское сдерживание. Российские мейнстримные СМИ писали о предполагаемом международном резонансе от заявления Путина о том, что страны организации Североатлантического договора, НАТО, готовы напрямую вступить в войну с Россией и его обещание принять соответствующее решение. Меньше внимания было уделено тому факту, что этот всплеск произошел сразу после встречи Путина с министром иностранных дел Китая Ван Аэ. При ближайшем рассмотрении, несмотря на всю помпезность, в путинской позе не так уж много нового. Попытки Путина заявить, что удары западными ракетами – это совершенно другая история, нежели удары украинскими ракетами и беспилотниками, выдают лживость его угроз. Поставляемые США армейские тактические ракетные комплексы могут нести мощную боеголовку на расстояние до 300 километров. Тем не менее, украинские беспилотники уже достигают авиабазы «Оленья» на Кольском полуострове. А их удары привели к тому, что нефтебаза в Ростовской области горела в течение двух недель. Мне кажется, что это нелепо и очень печально. Поставленные США артиллерийские ракетные комплексы «Хаймарс» эффективно уничтожили мосты и понтонные переправы через реку Сейм в Курской области. Кроме того, первая эскадрилья истребителей F-16 участвовала в перехвате российских ракетных ударов по украинским городам. Ни одно из этих усовершенствований украинского потенциала Москва не считает нарушением своих красных линий. Тем не менее, перспектива ракетных ударов Storm Shadow побудила Сергея Караганова, ведущего российского сторонника ядерной эскалации, предложить нанести удар по Берлину. «Ну тупые». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не верит в угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории РФ. Об этом он сказал в интервью The Times. По словам Столтенберга, в случае, если страны Запада дадут Украине разрешение наносить удары по территории России, это не будет означать, что НАТО будет стороной конфликта. «Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты, беспилотники в Россию, не становясь при этом непосредственной стороной конфликта», напомнил он. Он также считает, что такое разрешение для Украины не будет красной линией, как утверждает диктатор Путин. «Путин и раньше говорил о красных линиях, и он не пошел на эскалацию, что также означало бы непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт. Он не сделал этого, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире», добавил генсек Альянса. «Обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения». «Цинично обманули, просто водили нас за нос, обманывали». «Не в первый раз такое с нами происходит». «По плану». «Бой». «Топ Продолжение следует...» Субтитры создавал DimaTorzok